итак ребят приступаем к разборочке итак 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 в общем что я сделал радиаторе у нас у там внизу пробочка выкручиваем сливаем антифриз радиатора с теплообменника якобы самая нижняя . ну и когда подрываем нижний патрубок тоже немного вытекает значит полностью избавляемся от проводки вот она вся у нас здесь лежит это которая у нас понизу идет стартер генератор на коробку масса от мозги в общем все отсюда отсоединяем отсоединяем топливоподачу тут вакуумные трубки тоже в сторону загибаем в общем что я хочу привод если на час у меня такого ключика нет есть на 24 он широковатый не входит сюда что подкрутить лямбду вот видимо уже гуляет только лишь лямбда мешает хотел коллектор открутить от головы по придется откручивать он там от штаны запшикал пока жду значит отсоединяем шланги подачи охлаждайки на печку тут все забрызгаем все готовим далее все в общем вокруг отсоединяем значит в моем случае хозяин попросил говорит под 100000 коробку как бы тоже не мешало полезть так как она америкоска на месте тут фильтр не поменять ее якобы надо колоть информацию конечно не проверял ну думаю он все перешерстил он в курсе о чем говорит значит снимать вместе с коробкой вот смотрите коробка зазор имеется имеется в кстати массу тоже сейчас открутим отсюда двигатель зазор имеется имеется так чего нам по отдельности колоть все вместе вверх она должно спокойно выйти причем на 17 вдавливаем натяжитель вот здесь вот он так и извлекаем ремень для чего времени извлекать откручиваем 4 болта крепления компрессора кондиционера и извлекаем его со своего места на направляющих сидит после чего мы можем его подвязать удачненько аккуратно к радиатору что-то проложить подвязать все потому как фреон чтобы его не спускать не откручивать основные трубки оставляем на автомобиля здесь тоже смотрим у нас массы на общем все смотрите по кругу вот это все откручиваете скручиваете откручиваете далее далее подушки можем сверху там одна гайка два болта откручивать сразу здесь одну гайку откручивать сразу с подушки ну все остальное у нас снизу тем временем пока сливаю масло с двигателя так нос под автомобиля вы в курсе на закручиваем болт фиксации пальца шаровой мы дергаем вниз его ну и далее что поддеваем монтировочка здесь вот нашу полу вот желательно чем-то остреньким атака все отводим максимальное вытягиваем улой заводим вниз сюда в общем ребят попробую сразу так пока немножко не уходит демпфером упирается отсюда в подрамник вообще конечно в идеале снять полностью полос то есть сразу открутить болт через гайка что там у нас в эту сторону выдернуть и выводить саму полос целиком отсюда но сейчас попробую может так и придется делать так переходим к этой стороне и здесь откручиваем болт на гитаре скажем так на 3 опоре двигателя так по сути там уже будем глядеть итак ребят шрузы по вытягивал вон они пока так висят колеса у нас по раскорячку оба значит если вниз вы тягуете то понятно 4 болта вот этого кронштейна откручиваете все падают у вас вниз если вверх видите подушка это со шпилькой сильно не позволит нам пойти вверх вот у нас два болта который откручивается оттуда с подкрыла вот эту заглушечку выталкиваем туда наружу защелочки защелочки прижимаем и толкаем туда все выпало теперь мы через это окошко можем наблюдать вот этих два болтика ну на 17 насколько я вижу значит делаем попор двигателя и откручиваем эти болты смело так ну римы тут есть вот один вот второй но это чисто под двигатель если с коробкой то я вот распределил на три опоры под эти болты взял вот планку свою таким вот способом закрепил конечно здесь чуть под углом получится ну может час поменяю крепеж сделаю чтоб этот не выворачивать в общем посмотрю как только после того как вы набьете уже сделайте определенный пред натяг можно выкручивать уже эти болты так двигатель пошел все вполне нормально выходит полуоси по выскакивали потихонечку придерживаем его ровняем и поднимаем так все выходит потихонечку аккуратненько его выводим и укладываем на столик так ну в общем то лямбду получилось выкрутить забил свой ключ но он так плотно сюда зашел ну сорвал выкрутил все нормально так но этот кожух как вы поняли на четырех маленьких болтиках крепятся снимаем значит что произошло гляньте это не пыль это керамическая крошка это хана кату то есть катализатор начал уже он видите крошки до начал разваливаться то есть ему хана поэтому надо будет принимать решение либо ремонтный варивать либо варивать пламя-гаситель делать обманку но это уже принимать решение хозяину все значит далее раскидываем в общем вдруг кому-то видосик этот будет полезен значит можно данный двигатель с данного автомобиля снять вместе с коробкой через верх спокойно выходит расстояние позволяет все все отлично итак снял выпускной коллектор помпа слышим у нас на готове также ролики видосики есть да значит необходимо нам разъединить коробка если механика банально откручиваем по кругу болты и все и выдергаем там если бывает вилочка и и открутить вытащить чтобы у нас ось вилки провернулся хорошо и дал возможность выйти выжимному вот так далее в нашем случае автомат поэтому вот так вот я сейчас двигатель облокотил но все равно держу его на драй здесь коробка здесь поддон да значит нам необходимо подковырнуть вот такую пластиковую защиту вот этом лючке здесь мы можем наблюдать вот таких как правило три либо четыре болтика ключом на 17 берем вставляем тут принципе можно не фиксировать сам сама головка она упирается в этот корпус и все и она никуда не девается выкручиваем вот такой коротенький болтик значит далее проворачиваем ищем следующий вот следующие все так же самое срываем откручиваем так значит коробку выставил полностью на столик чтоб упор был так а двигатель отдельно двигатель подвесил то у меня было здесь крепеж на коробке с двигателем а теперь вот нет несколько иначе делаем некий подпор чтобы в случае чего двигатель у нас не навернулся но и все по кругу откручиваем все наши болты здесь ключиком на 14 раз два три но это стартер 2 до 45 то есть их по моему 9 штук всего здесь по кругу все откручиваем и можем разъединять коробку с движком а теперь у нас был вот здесь «свежитный» т.к. заставка без моего уровня, потому что что это может быть удобно не очень удобно поэтому сейчас надо сделать да так и и мы сейчас уже видим два раза не всегда это называемая кганда , на меня не зажигала она меня в ст.к. кг «кай», что ты занимаешься, вот это может быть такая ретка ст.к100 кг по-кайзаку Продолжение следует...